Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Первый урок русского языка в новом учебном году открывает раздел «Семья, права и обязанности». Тема урока «Семейные ценности». Публицистический стиль речи. Эмонимичные самостоятельные части речи и предлоги. На уроке вы узнаете, что такое публицистический стиль речи, как отличать предлоги от амонимичных самостоятельных частей речи, какие семейные ценности существуют. Вы научитесь определять скрытую информацию в тексте. Итак, давайте с вами вспомним, что же такое предлоги. Предлоги – это служебные части речи. Как называются предлоги, образованные от других частей речи? От каких самостоятельных частей речи образовались предлоги? Чтобы ответить на этот вопрос, внимательно рассмотрите таблицу. Отсутствовать в течение трех дней. Изменения в течение реки. В следствии гололеда много аварий. Поправки в следствии обнаружены. Продолжение каникул бездельничал. Заинтересован в продолжении встреч. Первая часть предлогов образовалась от имен существ. Дружить, несмотря на разговоры. Идти, несмотря в сторону соседа. Также предлоги могут быть анонимичны, амонимичны. Деепричастия. Действовать согласно закону. Согласно кинуть головой. От наречи также образуются предлоги. Как же разграничить производный предлог и амонимичную часть речи? К предлогу нельзя поставить вопрос. Предлог не имеет синтаксической роли. К нему можно подобрать синоним предлог. Обратите внимание. У существительных пишется окончание и. В течении реки, в заключении романа. На конце предлогов пишется е. В течении часа, в заключении речи. Между непроизводным предлогом и существительным можно поставить определение. Идти навстречу с другом. Производные предлоги пишутся слитно. Навстречу другу. Смотрите. Подобран синоним. Предлог к. К. Деепричастия, несмотря, невзирая, пишутся сне раздельно. Предлоги, несмотря на, невзирая на, пишутся сне слитно. Предлагаю проверить изученный материал на практике. Из данных предложений выпишите сначала предложение с предлогами, а затем с самонимичными им частями речи. Под дерном, размытым водой, образовалось нечто вроде ниши. Воронин хотел спросить насчет завтрака, но промолчал. Вроде бояр Старицких были выходцы и из других фамилий. Несмотря на конец октября, дни стояли жаркие. Мы имели в виду другую брошюру. Хозяева с радостью вышли нам навстречу. Ввиду опасности, ремонтные работы приостановлены. В следствии своевременных дождей посевы были спасены. Проверьте свою работу по следующему ключу. При этом, если правильно определили самостоятельные речи, поставьте себе 2 балла. Если правильно определили предлоги, 6 баллов. Если правильно распределили предложение, 2 балла. Максимальное количество баллов – 10. Перед вами ключ к ответу. Если ваш ответ совпал с образцом, вы с заданием справились верно. Материал усвоили на отлично. Ну а мы продолжаем. Предлагаю вспомнить стили речи. Стили речи делятся на разговорный и книжный. В свою очередь, книжный подразделяется на художественный, публицистический, официально-деловой и научный. Нас интересует публицистический стиль. Ему свойственна особая взволнованность. Цель его – воздействие на читателя или слушателя. Используются экспрексивная лексика, риторические фигуры, вопросы, восклицания, обращения. В этом стиле создаются тексты публичных выступлений. Статьи на злобу дня. Тот, кто использует публицистический стиль, стремится убедить нас в чем-то – сформировать общественное мнение. Где используется публицистический стиль? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо изучить информацию и записать ее в виде сплошного текста. Внимательно рассмотрите иллюстрацию и составьте сплошной текст. Публицистический стиль речи используется в газетах, журналах, передачах, выступлениях, на собраниях и митингах. Это стиль ораторов, пропагандистов, журналистов, писателей, публицистов. Эта речь, обращенная к народным массам. Нас интересует, какую же информацию несут в себе любые тексты. Информация может быть скрытой и открытой. Открытая информация представляется с помощью языковых средств, прямо указывающих на события, явления действительности, взгляды и мнения людей. Информацию подобного типа содержат научные монографии, аналитические и публицистические статьи, очерки, эссе, филетоны, а также произведения художественной литературы. Скрытая информация становится доступна для адресата благодаря извлечению невысказанного из высказанного. Приемы передачи скрытой информации в текстах разнообразны. К ним, в частности, относятся и на сказание, намек, сравнение, противопоставление, подтекст ирония. Послушайте видео. Самое сокровенное счастье в жизни каждого человека – это семья. С самого рождения нас окружает тепло и забота родителей, внимание и нежность близких людей. В этот мир мы приходим маленькими принцами и принцессами, постепенно познавая все окружающее, превращаясь в настоящих юных исследователей. Первое слово, первый шаг, первое падение – это наша общая победа. Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем, что на самом деле нет ничего важнее счастливой маминой улыбки и бесконечно теплых папиных ладоней. Семья – это целый мир, в котором тебя любят таким, какой ты есть. Каждый из нас так или иначе стремится наполнить свою жизнь любовью. Мы выбираем единственно верный путь для того, чтобы отыскать свою половинку и обрести то самое драгоценное счастье. Создавая семью, мы создаем свое будущее. Наше будущее в наших руках. Предлагаю поработать по видеоролику. Какая информация заключена в фильме? Семья и ее ценности. Скажите, эту информацию можно считать открытой или скрытой? Правильно, это скрытая информация. Почему? Докажите. Во фрагменте говорилось о том, как выглядит счастливая семья, но автор открыто об этом не говорит. Он лишь демонстрирует радостные моменты жизни. Итак, мы с вами посмотрели видеоролик, узнали, что такое скрытая информация. Мы продолжаем наш урок и продолжаем работать над публицистическим стилем речи. Одним из жанров публицистического стиля является очерк. В нем рассматривается актуальная общественная проблема. Автор очерка основывается на реальных событиях и выражает свое отношение к представленным. Напишите очерк «Счастливая семья – это целый мир». В своем очерке вы можете написать о своей семье, о семье знакомых или близких, или вспомнить видеоролик и составить небольшой очерк для творческого задания. А сегодня на уроке, ребята, вы узнали, что такое публицистический стиль речи. Узнали, какие семейные ценности существуют. Узнали, как отличать предлоги от амонимичных самостоятельных частей речи. Научились определять скрытую информацию в тексте. Я думаю, что наш урок достиг сегодняшней цели. Я желаю вам удачи. До новых встреч!